Всем еще раз добрый день. Традиционно по субботам наш вебинар будет посвящен анализу мировых рынков. С недавнего времени наши вебинары стали чуть реже, поэтому постараемся в отведенное нам время обозначить наибольший круг проблемы и их обсудить. И дать немного более широкий взгляд на предстоящие события не только на неделю, но, например, на две недели. На текущей неделе ситуация была достаточно спокойной и стабильной на мировых фондовых рынках. По итогам недели индексы американские прибавили в росте. Ни одного сектора не наблюдалось, который закрылся. По итогам недели в красной зоне, которая снизилась. Европа, скажем так, торговалась в районе нуля и по итогам недели закрытие состоялось разнонаправленно. Традиционно уже стало таким достаточно волатильным закрытие у Японии. И по итогам текущей недели это было почти 4% роста. Китай снизился на сокращении ожидания по темпам роста своей экономики. Что хотелось бы отметить по итогам прошедших двух недель. МВФ переосмыслил прогнозы темпов роста цен для мировой экономики. И эти прогнозы оказались значительно хуже предыдущих. Было сокращение по всем странам этих показателей. На графике ниже вы можете наблюдать первый график. Это динамика инфляции, ожидаемой инфляции на 2014-2015 год по миру в целом. Второй график по середине ожидания инфляции на 2014-2015 год по развитым странам. И последний график это ожидания на 2014-2015 годы для развивающихся стран. Красным отмечен пересмотр прогнозов и серым предыдущий прогноз. И вы можете наблюдать, что динамика ожидания достаточно явно усугубились. По итогам все страны продолжают ожидать роста во второй половине года темпов роста инфляции. Однако пока экономическая ситуация не подтверждает их прогнозы. Динамика инфляции была основана на показателях динамики цен для потребителей. И по развитым показателям на 2014 год этот показатель составляет 1,5% в сравнении с 1,4% в 2003 году. Общие темпы роста инфляции прогнозируются на уровне 3,6%. Лучше чем годом ранее в районе 3%, но состояло снижение предыдущего прогноза, который был на уровне 3,7%. Что хотелось бы отметить, пока представителям центральных банков и властей развитых и развивающихся стран не удается подстегнуть инфляцию, Какие бы меры ни принимались, мы уже говорили неоднократно на предыдущих вебинарах, что активные действия японских властей, которые уже находятся в дефляции более десятилетия, не приводят к положительным результатам. И отдача значительно меньше, чем потраченные усилия. Осложняется ситуация тем, что многие экономисты отмечают тот факт, что развивающиеся страны также начинают с замедления этих темпов по росту цен, что в целом будет еще больше способствовать скатыванию стран Европы и, вероятно, Америки в дефляционную ловушку. Чем это опасно, мы все знаем, что начинает массово сокращаться потребление в ожидании будущих более низких цен, начинает скатываться и снижаться производство и так далее. Ничем хорошим для экономики страны это не грозит. И более того, такой достаточно опасный прогноз. Вполне вероятно, что такая динамика и пересмотр прогнозов таких титанов экономической мысли, как МВФ, Всемирный банк и просто Центральные банки, будет способствовать более активным действиям со стороны властей. И если Европейский Центральный банк только продолжает разглагольствовать о том, что будут приняты меры по поводу стимуляции и попытки стимулирования роста именно этого показателя, но пока к каким-то существенным действиям это не приводит. Основной опор сейчас, основной интерес инвесторов приводит, фокусируется на продолжающем сезоне отчетности за первый квартал 2014 года в США. Некоторое время назад мы делали отчет и прогноз показателей по сезонной отчетности на первый квартал в целом. Согласно этому анализу, консенсус прогноза сходится на том, что текущая динамика, текущие отчетные показатели будут значительно хуже, чем в 2014. Это понятно. Всегда первый квартал наиболее слабый из четырех. Однако по сравнению с предыдущими годами, многие ожидали значительного ухудшения показателей. На текущий момент отчиталось не так много компаний. В основном это были банки, немного технологических и перерабатывающих производственных компаний. Но текущая ситуация указывает на то, что какого-то единого тренда пока не выявлено. Что хотелось бы отметить. Наблюдается некое расхождение между динамикой показателей чистой прибыли на акцию и динамикой показателей выручки. Если по первому показателю пока еще общая статистика демонстрирует рост, то есть порядка 65% компаний отчитались лучше, чем от них ожидали аналитики, то динамика выручки в 51% случае была хуже прогноза. О чем это говорит? О том, что в текущих экономических условиях, когда большая часть компаний все-таки ожидают какого-то ухудшения макроэкономической, политической и других конъюнктур, происходит сокращение, или, скажем, сокращение, но попытка отдалить на будущее инвестиционные затраты. Это один из показателей, который говорит в пользу роста, выручки и других финансовых показателей в будущем. Текущие, после таких достаточно спокойных и стабильных лет, компании предпочитают тратить и подстегивать интерес инвесторов именно на фондовом рынке за счет обратного выкупа и каких-то бонусов, дивидендов. Не идут эти прибыли в развитие. Как вы можете наблюдать, это в целом будет долгосрочно сказываться на продолжении падения таких финансовых показателей, как темпы роста выручки. Что касается в целом, то хотелось бы отметить, что с 2010 года темпы роста показателей чистой прибыли на акцию находятся на минимальных значениях и достаточно негативный сигнал. Это что касается общей статистики по сезонной отчетности на текущий момент. На текущей неделе отчитывалось достаточно большое количество компаний, но хотелось бы акцентировать особо ваше внимание на финансовых показателях Google, которые спровоцировали достаточно негативную реакцию инвесторов, несмотря на то, что большая часть показателей выросла. Выручка по итогам первого квартала увеличилась на 19%. Чистая прибыль компании также увеличилась на 3%. Показатели чистой прибыли на акцию продемонстрировали рост с 5,34$ до 5,42$. Однако в силу того, что консенсы прогноза аналитиков по этому показателю были выше, после закрытия основной торговой сессии котировки компаний обвалились более чем на 5%. Также были опубликованы ряд операционных показателей. Показатели активности оказались хуже ожиданий, но тем не менее они продолжали расти. Так, количество платных кликов выросло на 26% в первом квартале по отношению к аналогичному кварталу прошлого года. Упало единственным таким негативным моментом было снижение средней стоимости клика на 9% по отношению к аналогичному кварталу прошлого года. Несмотря на стабильный рост финансовых показателей, как я уже отметила, реакция была достаточно негативной. И, скажем так, недавние ралли акций компании технологического сектора, на мой взгляд, способствовали завышенному требованию для финансовых показателей этой компании. Компания в целом, один из таких мастодонтов фондового рынка, пережила уже не один кризис. Тем не менее, продолжает регулярно наращивать обороты. Но финансовые инвесторы уже настолько привыкли к позитиву и к двузначным темпам роста, что данные компании не устроили инвесторов. Хотелось бы отметить, что после недавнего сплита в акциях компании сейчас происходит торговля на уровне 560 примерно долларов за акцию. Большая часть, и несмотря на такое снижение и коррекцию последних дней, все же большая часть аналитиков произвела перерасчет справедливой стоимости в сторону ее увеличения. То есть, что хотелось бы отметить по этому поводу. Несмотря на такое падение, падение может быть достаточно хорошим моментом для входа на среднесрочный период от нескольких недель до нескольких кварталов. Это что касается отчета Google. На текущей неделе также отчитывался Yahoo. Но, несмотря на значительно худшие результаты по отношению к Google, акции компании выросли, но выросли не самостоятельно, а под влиянием отчета компании Alibaba. Alibaba, напомню, Yahoo владеет порядка 24% акций компании Alibaba и в преддверии IPO Alibaba это один из основных драйверов движения, увеличения акций компании Yahoo. Alibaba это, на наш взгляд, отдельная история, которую стоит достаточно детально рассмотреть. Очень часто в последнее время происходит сравнение показателей этой компании с наиболее известными и уважаемыми конкурентами на американском рынке. Здесь вы можете наблюдать сравнение с наиболее крупнейшими, такими как Google, Amazon, eBay и так далее. IPO Alibaba будет запланирован на текущий год. Вполне возможно, что это произойдет уже летом этого года. Ожидается, что запрос на листинг произойдет уже на следующей неделе. Вполне вероятно, это послужит очередным точком к движению вверх в акции именно Yahoo. В целом, многие сходятся на том, что будет намного больше ажиотаж и по сравнению даже с таким распиаренным IPO Twitter в прошлом году. Изначально ставится цель в 15 миллиардов долларов, вырученных за 12-процентный портфель этой компании, что в целом даст оценку компании Alibaba на уровне 153 миллиардов долларов. В целом, для такого гиганта, который в три раза превосходит оценку eBay, который и так достаточно велик, это серьезный показатель. Но что хотелось бы отметить еще, что недавно происходил пересмотр этого показателя в сторону увеличения. Сейчас по консенсу прогноза говорят в пользу уже не 15, а 18 с лишним миллиардов долларов за 12-процентный пакет, что в целом может увеличить общую стоимость компании до почти 200 миллиардов. 200 миллиардов позволит занять вторую по степени значимости по капитализации компании на рынке после Google и будет таким серьезным достаточно показателем. В отличие от Google, стоит отметить, что Alibaba действует по достаточно классической схеме и не происходит массовая закупка стартапов, не связанных напрямую с бизнесом. Происходит наоборот вертикальная интеграция бизнеса. На примере eBay, у которого есть платежный сервис PayPal достаточно успешный, который приносит порядка третьей выручки, третьей прибыли компании. У Alibaba также имеется свой платежный сервис, который называется Alipay, который по предварительным подсчетам приносит сейчас порядка 1,4-1,3 общей выручки компании. Потенциал компании еще не исчерпан. На текущий момент эффективность ее достаточно велика, но происходит стремительный рост выхода не только уже в Китай, но и в другие страны. Как развивающиеся, так и развивающиеся активно этим сервисом пользуются представители других стран, что создает такой достаточно хорошей базы для продолжения роста и увеличения, удорожания общей стоимости компании. В целом, на наш взгляд, это может оказать существенную поддержку для акций Yahoo, и пока, на наш взгляд, торгуем их ниже своей справедливой стоимости. Извиняюсь. По поводу событий, по-моему, предстоящей недели. Из макроэкономических событий стоит выделить, на мой взгляд, понедельник. Это индекс опережающих индикаторов США. Во вторник также продажа домов на вторичном рынке в США. Среда и четверг, скорее всего, будет смещен фокус макроэкономического развития на публикации финансовых отчетов планируется апогеи действа. Планируют предоставить свои отчетности Boeing, Facebook, Amazon, General Motors. Отчитается также наш Яндекс. По ожиданиям ожидается, что из всех предоставленных компаний хуже прогнозов снижения показателей чистой прибыли на акцию ожидается только по General Motors и Microsoft. По остальным компаниям ожидается рост показателей чистой прибыли на акцию. Здесь не упомянуто, но на неделе 23 числа планируют, ожидается, что предоставят отчетность за первый квартал также Apple. На наш взгляд, интересная акция, но что хотелось бы отметить. Согласно консенсусу прогнозам ожидается, что показатель чистой прибыли на акцию вырастет. На наш взгляд, это не совсем так. Вполне вероятно, сложится ситуация, когда, согласно статистике продаж, вряд ли состоится прирост какой-то финансовых показателей. Скорее всего, мы можем наблюдать негативную реакцию в силу того, что компания не сможет оправдать ожидания инвесторов. Что хотелось бы упомянуть еще. Как мы уже неоднократно сегодня упоминали, мы ожидаем, что на ближайшей неделе может состояться очередной рывок в акциях компании Yahoo на позитивных новостях о подаче документов в комиссию по ценным бумагам компании Alibaba на ближайшие две недели, что, скажем, окажет поддержку акциям этой компании. Что касается Твиттера, на предстоящие две недели, 29 апреля, состоится публикация финансовых результатов за первый квартал. Если прогнозировать динамику показателей, то будет достаточно интересным то, насколько востребован сервис и насколько происходит продолжение наращивания клиентской базы. Скорее всего, на наш взгляд, этот показатель будет либо на уровне прошлого значения, либо продемонстрирует снижение, и на этом фоне акции компании могут уйти ниже отметки в 40 долларов за акцию. Пока говорить о росте цены и росте справедливой стоимости акции компании не приходится, в силу того, что на протяжении своей истории еще пока не было ни одного в плюс закрытого квартала по чистой прибыли. Что касается Фейсбука, очень интересная ситуация в силу того, что пока не происходит иницизации недавно купленных стартапов, пока не происходит увеличение или какой-то консолидации на прежних уровнях клиентской базы, происходит некое охлаждение интереса к сервису, но при всем при этом консенсы прогнозов говорят о пользу двукратного аж увеличения показателей чистой прибыли на акцию по отношению к первому кварталу 2013 года. Показатели очень интересные, на мой взгляд, сильно завышены. Вполне вероятно, что из такой консолидации в районе отметки 59 долларов за акцию мы можем лицезреть сценарий, который произошел с Google на текущей неделе, и увидим достаточно сильную и сильную коррекцию в акциях Фейсбука. На этом, пожалуй, пока все. Это наиболее интересные, на наш взгляд, идеи, которые могут сыграть на предстоящей неделе-двух. На этом, пожалуй, все на сегодня. Всем спасибо за внимание. Если есть какие-то пожелания, пишите, попробуем рассмотреть их на наших будущих вебинарах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...